Привет всем! В этом ролике я хотел бы поговорить с вами о том, что же есть общего между Моргенштерном и Фейсом. Перед началом я хочу попросить вас смотреть видео полностью и понять мою точку зрения, а потом уже делать выводы. Поддержите видео лайком, а мы начинаем! Моргенштерн является сейчас самым популярным рэпером на данный момент, и его образ и музыка напоминают мне Ваню Дрёмина, и я сейчас объясню почему. В общем, давайте сначала обсудим, кто же такой старый Фейс. Это тот Амарал Скорре, который читал в своих песнях о том, как он ебал наших тёлок, ездил в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге и ронял Запад. Многие его называли байтером Лил Пампа, и такое высказывание в его сторону было справедливым. Раз, два, три! Его как и любили, так и ненавидели, называя его байтером и тому прочее. Также о нём неоднозначно отзывались рэперы, например, Оксимирон называл его талантом, а Кизару называл его мусором. Или тот же Моргенштерн, который даже сделал на него пародию. И несмотря на всё это, у него были солд-ауты на концертах, и хочется вспомнить его строчку из песни «Бургер». Раньше от него фанатели все школьники, и эта фан-база теперь перешла на Алишера, ведь Фейс сейчас не делает ту музыку, которую он делал пару лет назад. В общем, мы рассмотрели ситуацию поверхностно, а теперь давайте углубимся в тему ролика, и хотел бы начать с образов. Моргенштерн сейчас такой же самоуверенный, как и Фейс. Музыка, через которую я хочу что-то передать, но люди пока что этого не понимают, и когда-нибудь да поймут, наверное, когда я умру как Цой. Ну да ладно, похуй. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Кто лучше в русском рэпе? Ну, после меня, то... Скажи мне, нахуй, что это не лучший лайф в истории русского рэпа, бля. Надеюсь, теперь вы поняли, о чём я говорю. Моргенштерн ведёт себя точно так же, как это делал Фейс, называя себя легендой и т.д. и т.п. И такое поведение вызывает ажиотаж вокруг его персоны. Кто-то его обожает, а кто-то желает ему смерти. И причём с Фейсом было точно так же. Я думаю, многие помнят мем про «Опять не Фейс», а сейчас уже «Опять не Морген». Ещё что касается образа, то хотелось бы затронуть татуировки и новую прическу Моргенштерна, что практически один в один с Фейсом. Вот сделай каре, и можно уже читать о бургерах. Ну а теперь давайте перейдём к самому интересному, что без этого пункта не было бы этого ролика. Ведь чисто из-за образа я бы не делал этого видео. Так вот, это, конечно же, музыка. Фейс в 2017-м делал треки с пердящими басами про то, какой он крутой. И что мы слышим в 2020-м? Точно такое же от Моргенштерна. И если с Фейсом это было что-то новое и необычное, то новые треки Моргенштерна для меня это пройденный этап. Это всё вторично и неинтересно. То есть мы вернулись во времена, когда можно зациклить две буквы, и ты будешь собирать 80 лямов прослушиваний ВК. Мне серьёзно эта тенденция непонятна. Ведь сейчас есть куча разной музыки, но люди продолжают слушать то, что было уже прожёвано всеми рэперами, которые хотели залезть на этот тренд. И самое примечательное, что сам Моргенштерн заметил, то, что сначала он такую музыку презирал. А сейчас мало того, что он делает музыку такую, так он ещё и фитует с теми, кого он ненавидел. Я вот уверен, что если бы Фейс снова делал такие песни, он бы выстрелил опять. Ведь Моргенштерн вернул этот звук, который с каждым днём умирал, но он смог возродить. И здесь тоже есть доля правды. Я хотел бы сказать, что всегда так было, но просто не в таких масштабах. И раньше фоновой музыкой рулил поп, по типу калинок, малинок и прочие песни. А сейчас это место занял хип-хоп. И хорошо это или плохо решать каждому? Я хотел бы спросить у фанатов Моргенштерна, почему вам так зашла легендарная пыль? Этот вопрос я задаю чисто из интереса, без сарказма и иронии. Я считаю, что его музыка – это лишь малейший успех. Всё дело в том, что Алишер привлекает внимание своим образом и харизмой. Это шоумен, парень, который может вызвать эмоции даже у самого спокойного человека. Этим видео я не хотел показать, что Моргенштерн с Байтил Фейса, нет. Этим примером я хотел показать, что мода циклична. Поэтому сейчас мы видим такое. Герои молодёжи не меняются. Пишите в комментарии, что вы думаете на этот счёт. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok